Привет, друзья! С вами Алексей, канал Бонапетти. Приготовлю в этот раз нежное утиное филе на итальянский манер. Простое блюдо, готовится быстро, но в то же время получается вкусно. Ну что ж, давайте начнем. У меня 4 небольших филе утки, солю их крупной солью, само собой с двух сторон. Сковороду я прогрел заранее. Добавляю немного оливкового масла. Отлично! Укладываю филе. Эти кусочки нужно обжарить по 2 минуты с каждой стороны. Таким образом мясо как бы запечатывается и сохраняет свою сочность. Ну и чтобы завершить приготовление, обжариваю мясо еще по 3 минуты на сторону. Так, тем временем нарезаю лук. Вот так. Можно сразу же чесночок порезать. Один зубчик. Не мелко, как-то вот так. Ну и помидорки черри. С ними вообще просто. Режу пополам. Мясо уже готово. Перекладываю его на тарелку, пусть немного отдохнет. А я тем временем сделаю что-то вроде соуса. Чуть-чуть убираю со сковороды то, что пригорело. Еще немного левкового масла. Теперь лук. Обжариваю его 2-3 минуты. Он как раз берет в себя то, что осталось после утиного филе. Добавляю чеснок с помидорками. Сюда же пол чайной ложки сушеного тимьяна. Готовлю еще пару минут. Теперь вливаю бальзамический уксус, примерно столовую ложку. И хорошо перемешиваю. А сейчас можно немного посолить, дабы вкус не был пресным. Ну вот, добавляю петрушку. Ее можно не измельчать, так только толстые веточки поотревать. Кстати, вместо петрушки можно свеженький базилик использовать. Укладываю обжаренное филе. Так только, чтобы подогреть. И еще немного пармезана, крупными кусочками. Перемешиваю, чтобы все ароматы и вкусы смешались. И снимаю с плиты. Сервируйте блюдо по своему вкусу. А вообще идеально будет подавать с жареным картофелем. Хотя вполне неплохо, как самостоятельное блюдо. Разрежу сейчас кусочек. Вот. Он должен быть розовым внутри. Что касается вкуса, то утка обладает своим особенным интересным вкусом. Стоит попробовать? Обязательно стоит попробовать. Готовьте, пробуйте. И пусть вам будет вкусно. Скоро увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...